Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня есть у меня желание опять почитать с вами пророка Иезекииля другую главу, а именно 33-ю. Там пророку говорит Господь, если в какой-либо земле есть стражник, и он наблюдает за жизнью этой земли, стережет ее, и меч, приближающийся из чужой стороны, замечает и должен трубить в трубу, чтобы поднять народ на защиту. Если он трубил, а народ не поднялся, то кровь народа на голове народа, а стражник не виноват. Если же он не трубил, и враг пришел, и народ погиб, то народ погибнет, безусловно, к сожалению, но кровь его будет на голове стражник. И далее Господь говорит Иезекиилю, что я поставил тебя стражем дому Израилева. То есть ты труби в трубу и говори им правильные слова. А я говорю тебе, ты говори им, не бойся их, пусть они вокруг тебя, как пчелы, собираются в ульи и жужжаты угрожают тебе, или как скорпионы угрожают тебе жалами. Не бойся их. Я дам тебе лицо Адамантова, чтобы ты говорил правду всем им, и я скажу тебе, а ты перескажи им. Если ты не скажешь, то кровь их будет на тебе. Если ты скажешь, они не послушаются, кровь их будет на них самих. И вот, в частности, что Господь открывает нам через пророка Иезекииля в данной 33 главе. «Скажи им, говорит Господь, живу я, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Мы когда совершаем Таинство Исповеди, там есть такие молитвы, в которых священник повторяет слова пророка Иезекииля, что Господь Бог хотением не хочет смерти грешника. Такое выражение употребляется, двойное усиление. Такое часто в Писании мы читаем, что «небо небес», например, да, или «умножая, умножу скорбь твою». Говорит Господь согрешившей жене, в болезни родиши, зачнеши родиши чада. Или «святое святых», есть святое, святое святых, там «небо небес», умножаю, умножу. И вот здесь такое «хотением не хочу», то есть дважды не хочу, не хочу в квадрате, то есть четырежды не хочу. «Хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему». Это слова пророка Иезекииля. Бог таким образом радует нас. Он не желает смерти грешного человека. Если бы он ее желал, то у кого еще столько возможностей погубить человека, как у Бога? То есть любая мелочь превращается в смертоносную опасность для человека, если Бог того восхочет. Ну, буквально, я даже перечислять не буду, любой укус насекомого, любой щелчок дружеский, сделанный шутя, там, не знаю, там любой заход на какой-нибудь водоем, в котором воды по колено, значит, станет для нас смертоносным, если Богу вдруг захочется нас наказать. Но Бог не хочет смерти грешника, хочет обращения и жизни его. Говорит, обратитесь, обратитесь, дом Израилев. И вот, что далее говорится. «Праведность праведника не спасет в день преступления, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность». Заметьте себе, что если праведник понадеется на то, что он уже накопил себе добрых дел, и за его спиной есть некий такой священный сундучок с добрыми делами, то он может позволить себе тогда грешить в надежде, что у него капитал есть и можно расплатиться. Тогда погибнет он за свое нечестие, а праведность его не вспоминется. Значит, праведнику нужно жить со страхом. А грешнику нельзя отчаиваться, грешник должен жить с надеждой. Потому что если грешник отчистится от грехов своих и перестанет творить беззаконие, то Бог обещает не вспоминать больше его беззаконие. И за обращение свое, за добрые свои дела, за перемену нрава будет помилован. Мы имели счастье однажды говорить о том, что святые учат. Жизнь человека совершается между страхом и надеждой. Между страхом и надеждой. Отсутствие страха рождает беспечность, отсутствие надежды рождает отчаяние. Я по простоте душевной думал, что страх касается грешников, чтобы грешник боялся, а надежда касается праведника, чтобы праведник был укреплен в надежде, что добрые дела его не пропали. Оказывается, наоборот. Оказывается, праведник должен бояться, а грешник надеется. Пусть праведник боится, не будет беспечен. Пусть не думает, что у него накопленный уже некий капитал духовных дел позволяет ему потом уже Бога не бояться, не бояться страшного суда. Это ложные мысли, и нужно, чтобы праведник имел страх Божий и забывал свои добрые дела, и шел вперед, забывая прежнее. А вот грешнику нужно надеяться. Грешник должен не отчаиваться, не думать, что «Ай, столько уже гадости во мне, мало ли, пятном больше, пятном меньше». Ведь действительно на рабочей одежде пятна не видны. Это на фраке видно там пятно от извести. А на рабочей одежде, конечно, штукатура, там видно ли это грязь? Думает грешник «А, толку там с меня уже? Там еще сделаю что-нибудь, так ни Бог не замечает, ни я, и впадает в отчаяние человек, и в греховную безнадегу впадает». Так вот, ему не нужно отчаиваться, нужно надеяться. Потому что не кто-нибудь, но Бог сам говорит нам, что если грешник обратится от своих злых путей и остановится на этом пути своим грешным, и пойдет в другую сторону, то грехи его не помянутся. За покаяние свое будет помилован. Вот прямой текст пророчества. «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, что ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делай ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянутся ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. Такие, братья и сестры, перемены в отношении Бога по отношению к нам могут происходить, если мы меняем свое отношение к своему образу жизни и к тому пути, по которому мы идем. Итак, подсуммируем. Мне кажется, это все очень важно. Думать о себе, что ты праведник, конечно, нельзя. Вообще, весь мир делится, так условно говоря, на две категории. На грешников, которые считают себя праведниками, и на праведников, которые считают себя грешниками. То есть эти вещи диалектически связаны, и обычно мы ошибаемся. Мы когда думаем про себя одно, то мы на самом деле другое. Нужно стремиться к деланию добрых дел. Но делая добрые дела, нужно тут же забывать их. О чем в Евангелии говорится, что правая рука не должна знать, что делает левая. Чтобы мы часом не превратили добрые свои дела в некое сокровище, на которое мы положим свою надежду. Ведь надеяться нужно на Бога, воставляющего мертвых, только на Бога, а не на личную праведность. Поэтому добро тобой сделанное пусть будет забыто, как будто сделано другими руками. Приобретите, прошу вас, дорогие христиане, блаженный склероз на все свое добро. И наоборот, помните свое зло для того, чтобы окоевать его, оплакать его, не повторять его. Наоборот, приобретите добрый склероз на то зло, которое сделали вам ближние. Потому что не судя и судим не будешь. Все простив и сам прощен будешь. И наоборот, помните все то доброе, что делали вам люди для того, чтобы не быть неблагодарным. Потому что неблагодарный он же и безблагодатный. Нельзя иметь благодать Божию, будучи неблагодарным в душе. Это чрезвычайно важно. И это внутренний труд. Это труд ума и труд сердца. И Бог повелевает нам умно внутренне трудиться. Если бы нам сказал, что мы должны рыть каналы и траншеи, мы бы это сделали. Но это вот нас не хочет. Все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сукрушен. Это была 33 глава книги пророчества Иезекииля. Читайте Писание, как дети Писания, сыны Слово Божие и спасайтесь. Ангела-хранителя, доброй ночи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова